В последнюю неделю июня в районе проводились оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Должник». За это время сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 15 лиц, в отношении которых были составлены 19 протоколов за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Арестованы шестеро человек, в отношении девятерых вынесены постановления о наложении штрафа. За время проведения мероприятий «Должник» в федеральный бюджет поступления составили более 30 тысяч рублей. О других результатах работы в части исполнения административного законодательства, а также об итогах оперативно-служебной деятельности наркоконтроля в рубрике «По оперативным сводкам». Одной из многочисленных задач нашего подразделения является выявление фактов нарушения правил продажи алкогольной продукции на территории нашего Белореченского района различными организациями. В основном эти нарушения являются, это нарушение временного режима продажи, то есть у нас является запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 10 часов вечера, с 22 часов вернее, вечера до 11 утра. Это кроме предприятия общепита. Значит, выявляются такие факты, выявляется продажа в нестационарных помещениях алкогольной продукции. За июль месяц, в частности, было выявлено 8 таких фактов. Все предприниматели привлечены к административной ответственности, наложены на них достаточно крупные штрафы. Кроме того, было выявлено два факта, в частности, на территории центрального рынка, в одной из закусочных, было изъято 208 литров алкогольной продукции. Это водно-спиртовая смесь, так сказать, спирт, разбавленный водой. В настоящий момент проводится административное расследование, поэтому факту продукция отвезена на экспертизу. Что покажет экспертизу, будет ясно уже по выводам. И также, вот буквально три дня назад в одном из домовладений также было изъято 22 бутылки водки. Ну, водка просто стеклянная бутылка, точно так же, с водно-спиртовой смесью, так сказать, контрафактная фальсифицированная алкогольная продукция. Также административное расследование проводится в настоящий момент. Управлено продукцией на экспертизу. За пять месяцев сотрудниками Белореченского наркоконтроля выявлено 27 наркопреступлений. 18 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. По выявленным преступлениям возбуждено 23 уголовных дела, в том числе за незаконное хранение наркотиков в значительном и крупном размере, по фактам незаконного сбыта наркотиков и сильнодействующих средств, по фактам контрабанды сильнодействующих средств и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Зарегистрирован 21 факт изъятия наркотических и сильнодействующих средств общей массой более 129 граммов, в том числе почти 42 грамма спайса. Отдельно хотел бы остановиться на синтетических видов наркотиков. Очевиден тот факт, что за последнее время на смену традиционным наркотическим средствам, таким как марихуана и маковая солома, на территории нашего района приходят именно наркотики синтетического происхождения, такие как спайсы и соли. Из 27 выявленных преступлений за 5 месяцев 2015 года, 20 преступлений выявлено именно связанные с этими видами наркотиков. Уже привлечено 19 человек, это из-за хранения, из-за незаконный сбыт наркотических средств. Соли, спайсы несут в себе разрушительную силу, которая за короткий срок употребления ведет к деградации и полному физическому и психическому истощению. Наркотический эффект смеси превышает эффект обычной конопли в 5-10 раз. Под ударом оказывается весь организм без исключения. Основное количество выявленных преступлений, связанных со спайсом, это сбыты и незаконные хранения курительных смесей. Уголовная ответственность за незаконное хранение, перевозку и изготовление наркотических средств синтетического происхождения наступает с 0,05 грамма. Это по первой части статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации до трех лет лишения свободы. С 0,25 грамма наступает уголовная ответственность по второй части статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации и законодатель определил ответственность от трех до десяти лет лишения свободы. Для примера, уголовное дело, возбужденное по первой части статьи 228, несет ответственность также до трех лет лишения свободы, но начинается с 6 грамм уголовной ответственности. За незаконный сбыт наркотических средств у нас законодатель в 2013 году ужесточил ответственность. Если ранее было три части по статье 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, то сейчас ответственность идет по пяти частям данной статьи. За незаконный сбыт курительных смесей, уголовная ответственность, к примеру, за 0,25 граммов и выше, это крупный размер, наступает по части 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации по статье 228.1 от десяти до 20 лет лишения свободы. В наркоконтроле Белореченского района круглосуточно действует телефон доверия. Всю информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, можно анонимно сообщать по телефону 2-48-79.